Здравствуйте, друзья! Тема видео – розы из осенних черенков. Повествование идет от первого лица, поэтому сегодня я буду говорить от имени моей доброй знакомой. Итак, как правило, осенний обрезка садовых роз в средней полосе России, а тем более севернее, неизбежна. Порой и плетистые розы приходится обрезать довольно коротко. Остается масса отличных черенков. Куда девать такое богатство? Я пробовала множество способов и раскапывала их, предварительно завернув полотно, и прятала в погребе, выращивая в комнате на подоконнике до весны. Результатами похвастаться не могла, и вот последние два года, используя свой собственный метод, при котором черенки выживают на 70-80%. Буду рада, если кому-нибудь пригодится. Этот метод хорош как для городских жителей, имеющих в квартире лоджию, балкон, так и для проживающих в собственных домах за городом и имеющих закрытую террасу. Вот в чем он заключается. Обрезав розы в начале ноября, после первых легких заморозков, я нарезаю черенки с двумя-тремя почками длиной примерно 20 см. Беру пластиковое ведро и заполняю его сначала керамзитом, слой которого не должен быть менее 6 см, а затем землю для роз. Очень неплохо эту землю перемешивать с перлитом или вермикулитом, либо сделать состав земли традиционный, подходящий для роз с добавлением песка. Но скажу сразу, что для моего способа, все же песок менее предпочтителен, лучше купить землю для роз, плюс те добавки, о которых я говорила выше. Для тех, кто не знает, что такое перлит, поясню. Это природный материал, вулканическое стекло. В основном применяется при выращивании комнатных растений, так как улучшает качество почвы, делая ее более легкой и воздухопроницаемым. Перлит удерживает воду почти в 5 раз больше собственного веса, поэтому для комнатных цветов его можно добавлять до 30% от объема. Для наших черенков хватит и 20%. Химический инертен. Земля с добавлением перлита будет обладать замечательными свойствами, а именно у растений хорошо развиваются корни. Они будут расти более здоровыми и поливать их можно реже. Похожими свойствами обладает и вермикулит. Они часто продаются в цветочных магазинах, на выставках, продажах цветов. Но вернемся к нашим черенкам. Подготовленную землю слегка увлажняю. Именно слегка. Затем беру черенки, нижний конец обмакиваю в воду, а затем порошок корневин. И втыкаю в проделанную заранее палочкой в земле лунку. Итак, все черенки. Ведро диаметром 30-40 см помещается до 30 и более черенков. Верх черенков хорошо бы запаять парафином, растопив на водяной бане небольшой агарок свечи. Для самых дотошных садоводов рекомендую тут же прикрепить вирки с названием сортов. Для этого подойдут нарезанные узкими полосками белые пластиковые бутылки из подмолочных продуктов и маркер. Когда черенки посажены, беру жесткий целлофан. Листы можно приобрести в цветочных магазинах. Или же, что похоже, пластиковый пакет. Дело в том, что целлофан лучше пропускает свет. Я оборачиваю им ведро. Крепко завязываю вокруг веревку, чтобы он держался. Получается труба. Вверх этой трубы закрепляю прищепками. Все ведро укутываю. Можно использовать старое байковое одеяло, телогрейку и прочее. Теперь понятно, почему ведро предпочтительнее пластиковое. Металл сильно пронерезает. И ставлю на застекленный, но не отапливаемый балкон. Самый теплый, но светлый угол. Если пол на балконе цементный, необходимо поставить под ведро пенопласт или доски. Поливаю очень редко, а в морозы вообще не поливаю. При ярком январском солнышке можно дать череночкам подышать, освободив от прищепок верх трубы. И немного опрыскивать водой с добавлением теплина вместо полива и закрывать только при полном испарении воды. Все это надо проделывать утром. В сильные ночные морозы, минус 25, минус 30, все сооружение вместе с целлофановой трубой надо закрыть чем-то теплым, либо окружить ведро бутылками с горячей водой, либо занести в помещение. Взрослым розам морозы не так страшны, но речь идет о черенках. Кому-то может показаться, что возни слишком много, но поверьте, это не так. Комнатные цветы требуют гораздо большего внимания. А главное, весной у нас будет неплохая роса. Из ведра берем черенки осторожно, столовой ложкой, а не совком. Сажаем в подготовленные традиционным методом для роз луньки. Рекомендую в мае все же после высадки в сад череночки подержать под банкой, постепенно приоткрывая их и открывать окончательно после угрозы возвратных заморозков. И еще, в мае бывает очень яркое солнце, что также губительно для выживших черенков. Поэтому необходимо днем их притенять лапником или тонким утросилом. И, конечно, не забывать опрыскивать водой с добавлением стимулятора. Пусть ваши розы цветут здоровыми и красивыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok